доброе время суток поклонники бокса феврале будет очень хороший поединок главный значимый так как будет драться наш боец заул абдулаев будет боксировать хорки линарсом линарс ребята это уже это уже что-то серьезное с хэнни помните какой бой учинил кто не видел посмотрите благодаря благодаря концовке раунда хрени только не был нокаутирован здесь две позиции ребята то что нужно помочь абдулаеву в технике бокса и вторая позиция выявить у линарса самые опасные моменты принципе то он один и я его попозже конечно расскажу но пока ошибки заура абдулаева для чего это делают друзья чтобы помочь человеку хочется чтобы он выиграл линарса и хочется чтобы он выиграл уверенно так как следующие бойцы уже более жестко бьющие более молодые если он выиграет как-то на тоненького или как-то будет вытянуть его российские судьи так как бой будет в россии то лучше конечно бы не вытягивали так как ущерб который ему принесут другие бойцы очень будет серьезный поэтому смысла нет вот это вытягивание потому что ну понятно то что там город гонорар другую но не настолько он велик чтобы потом всю жизнь работать на таблетки как бы да помните как с ананяном произошло ну там другая немножко история там помогли как бы но бывают бои где не успеют помочь где вот такие вот тренеры как мамедов у ананяна могут довести до таких позиций поединок что можно и вообще здоровье лишиться так но вот абдулаев ребята и почему я именно ему хочу помочь потому что ребята этот человек работает в более-менее в правильной манере ведения боя про профи полупрофессионально давайте так скажем потому что она не усовершенствована не хватает много многого но хоть в правильном русле это уже нас радует что такое правильное русло это блок он работает с блоком он принимает удары на блок он заставляет соперника вымахаться а затем как за со злотичанином посмотрите злотичание тоже боятся опасный наносил много ударов но в основном по корпусу и когда вымахался на абдулаев начал уже его разбирать усталого перебивать разбивать так абдулаев не обладает нокаутирующим ударом поэтому поэтому зауру нужно действовать наподобие как матерс насыпать насыпать и насыпать потому что если он будет акцент делать на нокаут то есть мало работать в первых раундах в первой половине боя то оппонент тоже мало работает и умно работает хорхе линарес поэтому линарес может так как боец грамотный он может не вымахаться а тоже растянуть и оставить силы на концовку и поэтому может получиться такой знаете момент то что линарес будет выглядеть лучше чем абдулаев поэтому спину первый раунд ладно я понимаю пристреляется линарес абдулаев проверить силу удара через блок до папа поберет на блок ударит а затем уже нужно работать но для того чтобы работать за уру нужно научиться сейчас пока время есть работать на ближней дистанции а с чтобы работать на ближней дистанции нужно туда правильно зайти потому что если ты будешь зайти как заходить как она не к матерса все головой принимать да потому что уклон 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 они тоже очень сильно выматывает ребят постоянные уклоны и спина устает поэтому нужен хороший блок вот смотрите подход может быть через блок подход может быть я за уру обращаюсь движение быстрое движение под шагом с уходом сторону на переднюю ногу на свою то сделай шаг и сразу резко вместе все вместе ни в коем случае не раздельно вместе с ногой уклон корпуса или влево или вправо быстрый такой подход под шагом если первым под шагом не подошел вторым под шагом то есть двойной подшаг 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 шаг подшаг называется и когда ты зашел на дистанцию постараться не выпускать оппонента но это такой вот знаете залог посмотри саджо вот поединок был последний с высоким таким бойцом он дрался посмотри как он не давал ему разрывать дистанцию то есть судьи были британские тире перри все британские помогали этому высокому не помню как его зовут британцу а как помогали саджо заходит на ближнюю дистанцию начинает работать упирается и не уходит то есть боец пытается уйти а саджо всегда около него касается даже его и окучивает его ближнем бою рефери помогает тем что быстренько разводит их хотя на это не имеет права нету ни клинч и ничего ну видите как бы он не помогал но все равно сажу выиграл нокаутом то есть зауру нужно работать вот именно научиться также на близкие станции потому что хорхе линарос на ближней дистанции практически не работает и когда будет заур находиться на ближней дистанции линарос ему нужно будет работать потому что в такой ситуации еще практически небо он будет стараться наносить удары и быстро вымоклиться далее находиться на средней дистанции минус большой за у зауру абдуллаева долго нельзя так как ну на блок ты берешь но все равно какие-то удары пролазит у линароса такая фишка мало у кого такая есть это вот у камбососа есть такой момент то что он работает серийно то есть вот он риск резкий быстрый удар и у линароса и в один прекрасный момент взрывается назову такую быструю и мощную серию она вот у него есть обычно это прямые удары так и вот в этот момент нужно быть осторожным то есть если ты держишь блока находится на средней дистанции первый удар линарос делает ты стоишь да он сделал удар ты руки опустил начинаешь работать руки опускать нельзя потому что может пир после первого удара прицепа лететь еще сразу три так вот чуть не удаст ротил и хейни ребята хорхе линарос поэтому на расстоянии удара блок вообще не опускать и заставлять конечно линароса работать то есть поняли да я имеют за у понял блок обязательно держать попытаться находиться на ближней дистанции но для этого нужно отрабатывать защиту набивать пресс отрабатывать защиту на ближней дистанции . добьют ни в коем случае не убирать руки как только линарос перестал работать на ближней дистанции я перестанет он через два-три удара сразу наносить одиночные удары не наносить серии на ближней дистанции потому что когда наносится серия полностью открываешься и начинаешь вот первый удар на второй удар и лицо открытое в это время ты можешь пропустить то есть удар блок удар блок удар блок как только ну здесь видите очень долго все как только линарос наносит какой-то удар допустим в корпус можно заклинчевать поймав эту руку при этом вторую держать у головы вот такие дела ребята ролик выпускаю пораньше чтобы заур его обязательно посмотрел и человек понимающий я понимаю то что 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 я говорю мало кто это поймет все потому что в основном болельщики болеют душой они своим как говорится опытом не все не все болельщики опытные бойцы там или тренера поэтому заур поймет то есть давайте еще вернемся первое первое зауру нужно обязательно подход на ближнюю дистанцию повторяюсь подход через блок подход через уход в сторону шаг под шаг и находиться на ближней дистанции обязательно научиться там работать то есть от головы блок не опускать быть осторожным на средней дистанции с блоком не с блоком ты находишься потому что хор хелинарос взрывной боец он может взорваться там 456 ударов даже там-тан-тан-тан и рассчитывает на то что после первого второго удара обычно бойцы опускают руку думают то что закончилось но нет идет продолжение и идет попадание так еще что и так еще что зауру но в принципе все посмотреть матиаса посмотреть саджо матиаса посмотреть это количество выброшенных ударов саджо посмотреть подход сопернику можно с уходом сторону можно просто ровненько идти тогда блок нужен жесткий когда по вам будет наноситься боковой удар это нужно в тренировках по 1000 по 2000 ударов что вам выбрасывали не сильный хотя рядничков и вы должны реагировать боковой прямой боковой корпус на корпус никогда не опускать руки обдула его отговорю удар по корпусу нужно держать прессом и локоточек здесь должен быть так но все-все в принципе вот такие дела друзья не забывайте подписаться на наш канал обдулаевает ролик обязательно передать потому что вот эти ошибки ему нужно на до февраля исправить и наработать лина раз боец принципе опасный и бьющий все всем пока